Пышная зелень, благоустроенные тенистые дорожки, скамейки и урны. Сквер Гудовича – одна из самых популярных зон отдыха у анапчана гостей курорта. Юрий Поляков обращает внимание на народную тропу, проложенную от улицы Крепостной к аллее возле Краеведческого музея. Глава города отмечает, не нужно здесь восстанавливать газон или перекапывать землю. Если людям удобно таким образом сокращать путь, так почему бы не благоустроить для них этот участок? Вот эту дорожку, здесь люди постоянно ходят, они вытоптали. От того, что мы здесь будем копать или что-то делать, ничего не изменится. Значит, здесь нужно проложить плитку, то есть сделать им самый короткий путь оттуда, а пройти сюда. Кроме новой пешеходной зоны, в сквере должны появиться и молодые деревья. О необходимости обновлять зеленое убранство города Юрий Поляков говорит почти на каждой планерке. Сейчас провели инвентаризацию. Порядка 138 деревьев будет высажено в этом сквере. Вот помните, я давал поручение на городской опланерке. Это не только здесь, это по всему городу. То есть нам нужно прямо организовать субботники в сентябре, октябре, когда там время высадки деревьев, и отработать эти моменты все и высадить побольше новых деревьев. То есть в городе должно быть как можно больше зелени. Есть в сквере и своеобразное место боевой славы – ДОТ времен Великой Отечественной войны. Но он никак не обозначен. Большинство прохожих, скорее всего, даже не знают, что это такое. Хотел бы обозначить это место. Может быть, нам две-три секции надо поставить, чтобы человек шел и имел понимание, что это ДОТ времен войны. Общий облик сквера портят обрывки объявлений на фонарных столбах. Юрий Поляков ставит задачу продумать варианты защиты от нецивилизованной рекламы. Например, обтянуть столбы сеткой. А вот что необходимо добавить, так это указатели с названием сквера. Заместитель главы Анжелика Бузунова доложила, информационные таблички установят уже на следующей неделе. Они должны хорошо вписаться в общее благоустройство. Но часто благоустройство заканчивается там, где начинается бизнес. Рядом с законной точкой по продаже кваса предприниматели самовольно пристроили холодильник с мороженым. В итоге вместо зеленого газона – голая земля. Вопрос к управлениям торговли и муниципального контроля. Юрий Федорович, сегодня не будет этого? Сегодня не будет. Так оно стояло вчера и позавчера. Это один вопрос. Она сидит там, она вытаптывает там. Вот осенью вам обоим дам по лопате, по лопате. И чтоб вот это все вскопали. Она стояла вначале здесь, вытоптала весь ООО. Переехала на эту сторону, вытоптала здесь весь ООО. Есть аукционная квасная точка, я так понимаю. Они тихо к ней пристроили мороженое. Что это такое вообще? Ну почему я должен-то ездить, а вы являетесь? Ребят, занимайтесь вы сами, у вас целое управление. Чиновники заверили, что восстановление газона возложат на того, кто его уничтожил. А работа по пресечению незаконной торговли будет усилена. Продолжение следует...